прикольно на березе арбузы у нас растут березка славянная береза и тут на нее арбуз повис такой супер белая береза на ней горбуз там еще один из забора свисает красотища неописуемая да ребята если видно на березах у нас вот такие арбузы растут прикольно заплелся на березу повиснул и все красотуля на себя такого снять на фоне приветствую все рыболовное братство посмотрите какие у нас тут горбузы на березах растут вот он качается ручки мои здесь звуком таки ну бог с ними с этими арбузами ребята сегодня я хочу рассказать вам о том как можно ловить на на хлеб мысли не хлеб а корочку хлеба вот так они выглядят мои оснастки вот они то есть этот рыбалка поэтому смотрим если длительного приезжайте и просто пару донок забросить на эти корочку хлеба сейчас я вам покажу как он устроено в общем плане а потом уже поближе чтобы уже можно было рассмотреть вот такая вот ставочка видите вот резиночку снимаешь тут у нас грузило вот из лески сделано вставка и затем два поводка вот таким образом они здесь расположены здесь вертлюжок чтоб с нас . не перекручивалась а вот и здесь идет крючок ну крючок не просто здесь сделано из монофильной лески на которую крючок привязан здесь вот как волосяная оснастка в карповой ловле я поближе потом покажу и сюда мы цепляем корочку хлеба с помощью иглы сейчас я не достану уже потом уже поближе расскажу и насажу этот корочку хлеба все счет приобрел себе аквариум а вот этот контейнер вот здесь у меня корочки хлеба вот берете просто буханку хлеба квадрат но и кирпич вот и по краям обрезаете там сколько вам нужно то есть хватает ее вот у меня она уже больше месяца но хранится он у меня в холодильнике вот такой контейнер открываем его здесь салофановый мешочек не просто туда корочки я положил а в салофановом мешке еще сверху я типа так слегка сдобрил вот такие вот кусочки хлеба но зависимости от рыбы то есть кусочки у меня здесь вот такие побольше есть но если там головлю может клевать лещ то есть такие чтобы этот кусочек в лес ему в рот но так как рыба у нас такой большой ну если она конечно но мелочь долбит вот берете ее пополам раскусываете прямо на рыбалке маленький такой квадратик получался и забрасываете купила себе еще аквариум такой специально чтобы демонстрировать то есть чтобы быть не голословным а как она в себя в воде ведет я снимал там какой-то кофеварке вот это в чашке но она круглая а вот это уже вот купил буду же снимать так сказать чтобы уже было наглядно как насадка любая насадка которая там существует или там придумаешь вот буду ее сюда помещать постоянно какие-то кастрюли в чашки начинал я зануривать у меня есть еще одна хорошая идея но изумительно работает но осталось еще карася поймать я уже выходил два раза вот в одном месте там все карася нету во втором клювал попались не мелкие но как бы хочется пожирнее поймать карасика и уже тогда я расскажу но следующее видео я скорее всего посвящу этой новой насадки пока что не буду вам говорить но вам понравится но во всяком случае вы будете в шоке вот и все сейчас я камеру настрою вот этот аквариум там на дно надо будет положить какой-нибудь пенопластик подумать чтобы он не сылывал потому что вот такой вот если туда опустить грузил она может стекло разбить но сейчас что-нибудь придумаю покажу как себя ведет вот эта корочка хлеба в воде как она там себя располагается но будет вам все видно так что смотреть так ну вот так в принципе я с нас . вот выглядит здесь у нас волосяной вот видно на зеленом видите петелька такая у нас на но вот этот поводок сразу завязываешь и петельку сюда не будем корочку хлеба с помощью таких стопорков в карповых отделах они полно их они помогите разные есть если такие как галочка но мне больше нравятся вот такие просто так сказать кругляшки и беру я отрезаю вот это вот есть еще такие галочки большие маленькие но мне нравится вот смотрите раз два три четыре вот такой я вот мне так легче можно экономить допустим но главное чтобы она не слетела то есть такую штучку я вырезаю затем мы берем иглу для бойлов и вот эту корочку я просаживаю со стороны самой корки то есть можно и с этой стороны но я вот так сюда стопорок этот вставляю с этим легко проходит и вот эту петельку зацепляем отводим язычок и видите как мы его вытягиваем вот с этой стороны у нас получилось петелька сюда вставляем вот такой стопорок посередине и натягиваем все наша оснастка вот она готова у меня таких два поводочка здесь покажу как еще вертлюжок вот они такие длинные тут вяжется узелок двойной путем потом вот эту бусинку вертлюжок если уже сюда можете цеплять свои поводочки здесь опять бусинка и узелок то есть он никуда не ездит и еще такой поводок есть и на конце у нас вот грузило вот такое почему такое тяжелое я вам скажу то есть ставил я сначала маленькие но вот этот хлеб он имеет парусность то есть при забросах вы сразу определитесь если вы поставите легкое грузило да у вас дальние забросов не получится вот такое грузило и бросаю уже могу контролировать свой заброс а маленьким грузилом я говорю что два сухарика вот таких корочки парусности мешает забросу ну все сейчас мы настроим вот этот аквариум видите как прикольно получилось и сюда я прицеплю ну маленький грузик потому что поводки длинные тут уже как бы ничего не будет видно я сейчас здесь прицеплю дробинку опущу его и посмотрим как он себя ведет и воде так прервусь немножко вот такой свинец прикрутил сейчас я его туда пущу чтобы вы понимали что происходит на дне видно все шикарно видно вот в таком состоянии хлебушек вот почему такой длинный поводок вы скажете я просто учитываю что или стоит дно чтоб это грузило но туда погрузится вот и поводок сам станет короче то есть часть оснастки должна погрузиться выл если там у вас чистое дно в принципе можете коротенькие ставить чтоб она не слишком высоко от дна подымалась будете комбинировать разной длины поводки нарезать вот так она вот будет у вас там если будет течение допустим то увидел крошки идут а падает то есть то что рыба любит принципе он держится я говорю что я вот бросал то получается можно произвести это через полчасика я перезабрасывал то получилось что два раза можно забросить третий раз уже она там раскисала сцепляла за какую-то траву но если хотите надежно можете каждый раз вот когда вынимаете перезабрасывайте корочку то можете сразу менять ее то есть вот так простенько со вкусом она разбахает и рыба принципе без проблем это все заглатывает держится хорошо два заброса из короче выдерживает ну все ребята все что хотел с вами поделиться как вам наш мой аквариум так он вот я его подсвечиваю лампами симпатично все до новых встреч подписывай мой канал ставьте лайки комментируйте комментируйте ждите новых испытаний удачи вам ну что ребята вот корочки насажены сейчас я буду закидывать так и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует...